Здравия, геномышленники! И сегодняшнее занятие я посвящу вопросу, который задали мне. По поводу травм при выполнении физических упражнений, при физических нагрузках, травмы коленного сустава, надрыв связок мениска или разрыв мениска. Первое, что хотелось отметить, это, во-первых, правильная стойка. Если мы учимся правильно стоять или ходить, то этих травм можно избежать. Ну, конечно, кроме определенных случаев, когда на вас кто-то упал, тяжелый сбоку на ногу, и получилась травма. То есть еще несколько слов о мениске, то есть крестообразные связки мениска, которые удерживают коленный сустав, фиксируют его. Они требуют, чтобы наш коленный сустав работал только на сгибание-разгибание, как дверная петля. И не удерживают эти связки, скручивающие движение. Для того, чтобы правильно научиться ходить или находиться в стойке, это все в рукопашном бою особенно важно, потому что здесь очень большие нагрузки идут на весь аппарат, на шепортный негатив. Но, тем не менее, даже это полезно каждому. Простое упражнение. Крышечки, которые мы кладем в носочек, острием вверх, под пяточку. Вот, под пяточку кладем эти крышечки. Под одну ножку кладем другую. Это могут быть крышечки, это могут быть обычные камушки. Здесь не важно. Некий маркер, который будет вам, как некая сигнальная система, такой звоночек напоминает, что вы наступили жестко на пятую. То есть, если мы идем всей стопой, то, соответственно, мы не демпфируем весь удар, который приходит за весь удар нашей массы всего тела. То есть, обычно, что это состоит в смысле перемещения? Мы выставляем ногу, как опору, и падаем на нее. Всем весом. Опять. Выставляем ногу, опять падает. Если мы опираемся на всю стопу, то, соответственно, демпфирование этого падения не происходит. Если мы ставим ногу на носочек, то есть, на переднюю часть стопы, то, соответственно, подъем наш подъем, и весь связочный аппарат стопы, он демпфирует этот удар. И движение получается мягким. Следующий момент. Как предохранить все-таки связочки? Японцы хвастаются, что только восточные люди поворачиваются. То есть, можно определить потом, как поворачиваться. Человек определит, где-то европеец или восточный человек. То есть, восточные люди поворачиваются сразу всем телом. Вот так. Обратите внимание. А европейцы говорят, поворачиваются сначала горолла, потом плечи, потом таз, и потом только тело поворачивается. То есть, какая-то опасность сзади, человек поворачивания взяла в голову, потом все остальное. На самом деле, наши предки учили поворачиваться чуть-чуть по-другому. Если здесь тело находится на носках, вы поворачиваете сразу все тело. И упражнение для разучивания, то есть, это как профилактическое, для того, чтобы не было этого травматизма, связочного аппарата коленок-суставов. Вы встали в стойку, все время мы с вами рассматриваем, и начинаем приседания. И поворачиваемся, все тело на носочке. Смотрим, чтобы талкнулся впереди, чтобы мы не проседали. Лучше, значит, нагрузка будет у нас распределяться совсем по-другому. Встали и упражнение, присаживаемся. Поворачиваемся, все тело. Если нам уже повернуться, мы поворачиваемся сразу сей стопой. Вот тут бывает. И мы уже готовы двигаться в том направлении, в котором повернулись. То есть, мы поворачиваемся, и вот он поворот. И мы уже двигаемся. То есть, это не статично. На пятках вы тогда не повернетесь. А крышки, которые находятся у вас под пятками, вас будут удерживать. Если уже травма все-таки произошла. Можно выполнять эти же скручивания. Вам теперь нужна опора. Потому что связки вы пока травмир не сеет на надрыв связок. То, соответственно, вы эластичным битом на коленях фиксируете коленные суставы. Они пока будут выполнять роль надоманных связок. И вы, удерживая часть тела, часть связок с твоей опорой, Начинаете выполнять скручивающие движения. Делайте медленно, потихонечку. Больше переносения с тела на опору. Тренируйтесь. Это сделано вам необходимо сделать. А все-таки как укрепить связки. Для укрепления связок, самое пустое упражнение, это приседа. Очень медленно. Опять же с опора. Это может быть все что угодно, где вы должны часть двигать, туда часть и проблезать. Очень медленно приседать. Вдох, на выдохе маленькая приседа. Вдох, на выдохе маленькая приседа. Вдох, на выдохе маленькая приседа. И вместо денег комфорта, а есть такое много, вы постарайтесь задержать сколько вам нужно. Не можете? Больше подать вдох. И опять. И вдыхая, пускайте через коленки, через те места, где вы ощущаете боли. Вдом груза будет опитом. Язык лежат к верхнему нюху. Диаболит, берем, оставьте просто, чуть-чуть остаетесь, задерживайте, держите сколько можно, потом продолжайте движение. Вдох медленно заедите. Где больше, старайтесь оставаться больше. Вот такие приседания позволят вам восстановить связки надорванные, они восстановятся в полном объеме. А если связки были порваны полностью, то связочный аппарат восстановится немножко по-другому. Возникнут компенсационные моменты, организующая самовосстанавливающая система. И если вы будете верить в то, что вы можете восстановиться, вы обязательно восстановитесь. Все, кто получал травму и не просто перекладывали ответственность на врачей, что они вас должны поставить на ноги, а брали ответственность за свое здоровье в свои руки, всегда восстанавливались. Примеров того не может быть. Но если вы считаете, что вам надо закалечить врачей, ищите тех врачей, которые тоже должны думать, что они вам чем-то должны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова